Девушки отдыхают В этих парнях был какой-то наив, удивительный, вот эти красные революционные шаровары Наградить курсанта Алексея Трофимова красными революционными шароварами Музыка мне очень нравится, потрясающая совершенно музыка И нагарила Самая яркая, наверное, съемки в Севастополь Сцена зеркальца, вот этот угол дома Василий Луновой Василий Семенович прыгает с поезда, рвет цветы и потом бежит очень красиво Что там? Прямо в задницу! Назад! Брянцы, у кого нет, сын родился! Ура! Фильм Офицеры Это один из моих самых любимых фильмов Как можно было уложить в такое короткое время Жизнь нескольких поколений людей Войну Показать вот эту связь поколений Этот маленький трогательный парень, внук Эти генералы Убеленные сединами, которые прошли огонь и воды и медные трубы и так далее Здравия желаю, товарищ залполковник! Совсем углушил, зачем кричишь? Командный голос вырабатываю, товарищ залполковник! Господа офицеры По натянутым нервам Я аккордами веры Эту песню пою Тем, кто просит... Этот фильм должен был быть цветным и двухсерийным Авторы сценария «Давние друзья» задумывали рассказать совершенно разные истории Один хотел воспеть мужскую суровую профессию Другой собирался поведать о трудном счастье женщины, жены и матери В результате получился фильм, который спустя уже 35 лет после его выхода в прокат Несмотря на все противоречия авторов, любят зрители разных поколений Мужчины и женщины, военные и гражданские, пожилые и совсем юные Такое случается очень редко И, наверное, одна из составляющих этого феноменального успеха Состоит в том, что авторы писали о том, что было частью их жизни Я из рода потомственных офицеров У меня все были предки моих офицерами Я сам 15-й служил в армии Мой прапрапрадед, герой 1912 года Генерал-лейтенант Алексеев Илья Иванович Борис Васильев, один из самых популярных советских писателей В 1971 году был известен в основном среди профессионалов Читатели знали его повесть «О зоре здесь тихие» Но фильм Станислава Ростоцкого, который в 1973 году был выдвинут на соискание премии «Оскар» Еще не был снят Что такое война И что такое жизнь и судьба офицера Васильев знал по собственной семье Его отец по семейной традиции тоже был военным В 1914 году он командовал ротой Когда в 1917-м страна встала на дыбы и разделилась на красных и белых Это коснулось и семьи Васильевых Но выбор будущий генерал делал не сам Рота постановила, что она будет за большевиков И когда я однажды спросил, что этот отец Он говорит, что роту сейчас не мог оставить Он не мог оставить офицера роту Он не имел права Совесть есть, есть честь офицерская Оставлять роту нельзя Он с ним пошел И пришел к красному раму Бывшие белые офицеры внесли свой вклад в победу Красной Армии в гражданской войне Они же вскоре одними из первых почувствовали благодарность новой власти Самая первая волна красного террора уничтожила почти весь цвет российского офицерства Поэтому, казалось бы, невинный вопрос, заданный Любой Ивану в Аравии в фильме Имел на самом деле глубокий смысл Что с Алексеем? Подтекст этого вопроса был прост Жив, значит, уцелел в репрессиях А начиналось все так Однажды сценарист и режиссер Кирилл Рапопорт Пришел к Борису Васильеву и сказал Боря, у меня есть одна идея Или какая? Он говорит, я хочу написать об офицерской жене Стоп! А я хотел об офицерах Вот тут мы с ним и сошлись У Рапопорта было даже название нового фильма Любочка Так Любочка у нас и осталась Однако в любом фильме При важности событийного ряда Главными все-таки являются герои Те, за кем следят зрители Переживают их успехи и неудачи Беспокоятся за их жизнь Влюбляются, наконец Авторы решили, что это должны быть два сильных И совершенно разных характера Мы решили, что один из них Должен быть человек, который в армии служить не хочет И что же потом? Учительствовать пойду А второй наоборот Он из воюющего сословия, он казак Походим! Это воины Из поколения в поколение Он другой себе мысли И не видит никакой Он воин Имена этих двух героев Теперь хорошо известны всем, кто любит фильм «Офицеры» Ваня Алексей Но всегда интересно узнать, откуда они взялись Был такой поэт Ваня Варава в свое время Командир первого взвода Варава Заметно И тут Варава потом подходил ко мне Это мою фамилию, он взял мою фамилию Он взял Характеры были придуманы И съемочная группа начала искать исполнителей на главной роли Мы хотели сразу, чтобы играл Жор Юматов И так как это было определено То вот на роль Варавы Очень много актеров пробовалось И Вася Лановой возник не сразу Очень долго Васю никто не мог принять Говорят, да нет, ну, Вася Высочество, ну что это? Да нет, ну, принцесса Турандот Лановой Вася, я сказала Да не то, не просто Вася А Вася Высочество Неожиданно возникла проблема В те времена у Георгия Юматова и Василия Ланового Отношения были не самые дружеские Когда в 56-м году мне предложили сниматься Павке Корчагине Попробоваться Аллу Наумову Я сказал, а что пробоваться? Я должен играть, и я, это мой герой Я так был утвержден на эту роль Надо сказать, что до этого был на эту роль утвержден Джора Юматов И когда я был утвержден и начал сниматься Юматов на меня обиделся на всю жизнь Надо было знать Георгия Юматова, чтобы понимать Что на всю жизнь были не пустые слова Никогда не врал Он вообще не умел брать, наигрывать Дух актерского соревнования Своеобразного профессионального лихачества Царил на съемочной площадке Например, в те моменты, когда надо было демонстрировать Своё умение держаться в седле Лановой и Юматов делали сами подсечки Это они всё умеют Жора говорит, да это же очень просто Привязываются к передним ногам лошади Такие ремешочки, которые незаметно идут к поводу И когда в голову поднимаешь лошадь Вот в какой-то момент нужно просто вместе с поводом Натянуть вот эти вот штуки У неё ноги подгибаются Она падает, то только, говорит, важно угадать На какой бок она будет падать Чтобы вовремя вынуть ногу из стремени Очень-очень просто Если Юматов принял своего героя полностью и сразу То Василий Лановой долго не мог понять Как это он может всю жизнь любить одну женщину И ничего не сделать для того, чтобы эта женщина стала его И однажды оператор фильма Михаил Кириллов Сказал ему Вася, он говорит, это романтическая сторона всего русского офицерства Белогвардейцы, царские офицеры, советские офицеры Романтическая часть вот офицерства как такового российского Сцена у самолёта Это драматургически очень точно Когда он завернул на мгновение повидаться с ней Всю жизнь любил жену своего друга Из-за этого не женился больше Нигде не приобрёл ничего Когда я прочёл это Это же гениальный материал для актёрской игры Мы сначала махнули две серии Потому что всё хотелось Я знал посадку офицеров В 37-м году Когда встали на мистерах Красную армию Репрессии 37-го Напрямую коснулись и семьи офицера Льва Васильева Приезжают и говорят Меня посылают на Дальний Восток И он уехал И пропал Инспекция на Дальний Восток Спасла жизнь отцу Бориса Васильева В Москве его не было А на Дальнем Востоке он был чужим Там НКВД боролась со своими врагами народа Завел в 38-м или 39-м году И в Чите он был Привезли в Читу И сомнили в камеру Он ушёл в камеру Там четыре человека Он четвёртый И три человека Среди них Который к нему человек И говорит Здравствуйте Я староста камеры Рад познакомиться Рокоссовский Когда отца уводили Ни сам Борис Ни его сестра Ни мать Не верили Что они когда-нибудь Ещё встретятся Но судьба хранила Российского офицера Льва Васильева Когда Рокоссовского Сталин приказал освободить Он же ему позвонил И сказал Либо совсем вместе Либо я остановлюсь здесь сидеть Можем Все это бесстрашный был человек Сталин приказал Освободить всех Потом Когда Борис Васильев И его соавтор Кирилл Рапопорт Начали писать сценарий Они хотели рассказать Правду о 37-м годе И такой эпизод В первоначальном варианте Сценарий был Однако худсоветки На студии Горького Двухсерийный вариант Сценария Не утвердил Я полагаю Что не только подлиннее Еще и потому что Там упоминался Посадка в Тори Была ли в моде Эта тема И поэтому Сократили его До одного И я думаю Что правильно сделали Однако события Происходящие в жизни Так просто Как эпизод В сценарии Из памяти не выбросишь Командует парадом Маршал Советского Союза Рокоссовской Это произошло В день парада победы Участником которого Борис Васильев После парада побед Накомнил Страшно промок Дождь шел Гроза была нередна В первом часу Пришел домой Мамакала дверь Страшно растерянная И он Что что еще в дело Он говорит Отца увезли Я говорю Как увезли Позвонили Пришел офицер Какой-то И сказал Он с Васильевым Здесь живет Да И отец выходит В чем дело Ну какое-то Письмо Так пришел Ладонь И стал немедленно Деваться Потом в квартире Васильевых Как во многих домах Собрались гости Пытались веселиться Не понимая Куда делся Глава семьи Потом Борис уснул Мама меня рассветла Где-то там Не знаю В третьем часу утра Говорит Моги отцу раздеться Я вышел И отец плачет Какие люди Какие люди Я с ним сапоги снял Кое-какого уложил Заснул Выяснилось Что Рокоссовский Показал дюйтантам Собрать всех Кто с ним Сидел кавель Это были офицеры Настоящие Русские офицеры Господа Офицеры Как сберечь Вашу веру На разрыве За сценарий Который рассказывал О жизни и дружбе Двух мужчин И одной женщины Вроде бы Обыкновенный Любовный треугольник Взялся режиссер Владимир Роговой Роговой ведь Тоже фронтовик На пузе до Берлина Прополз А потом работал Своим директором Картины К нами стал Несмотря на то Что фильм Офицеры был Только вторым В творческой биографии Владимира Рогового Он стал лучшим В его режиссерской карьере Впоследствии Роговой снял Еще несколько Удачных И любимых Зрителями картин Но подобного успеха Уже больше не добивался Издевательств Над ним было На студии много Конечно Директор картины Пришел В качестве режиссера Постановщика А уж тем более Такой зубр Как Жора Юматов Это Вася Лановой Да мы иногда Режиссеру говорили Пойди Володя Покури немножко Мы сейчас сделаем тебе А потом покажем Вот он или приходил Принимал Или не принимал Но очень многие Мы сцены делали Сами А Володя был Такой Сам пропускник Фильм офицера Охватывал Целую эпоху Истории Советской армии С момента Ее рождения До начала Семидесятых Это ставило Перед съемочной группой Трудная задача Ведь тогда Еще были Живы люди Свидетели И участники Описываемых Событий Васильев и Рапопорт Не случайно Соединили Простола парня И дворянку Бывшую гимназистку Такие браки Были очень популярны В молодой Советской России Очень хотелось Жениться на дворянках По одной простой причине Образованные Они образованные Потому что Неграмотное население В России Было 70% А он совсем Не хотел Чтобы неграмотные дети Но у Бориса Васильева Была еще одна Сверхзадача Вот он Хотел соединить Армию культуры Люба Трофимова Должна была Выбрать Араву Вот он Такой лихой Он такой Красивый Борис Львович Соединяет девочку Гимназистку Которая играет Моцарт За полено Дров И парня Который Явно Совершенно Происходит Из очень Такой Почти Я думаю Такой Крестьянской Среды Через весь фильм Авторы тянут Эту свою мысль Что образование Может сделать Армию лучше Вернет Ведь то Чем было Славно Российское Офицерство До великого Потрясения 17-го года Боже мой Алешенька Не прошло и 30 лет Как ты научился Понимать французский Ну Нужно быть Очень крупным Идиотом Чтобы не понять Слово такси Любовный Треугольник В котором Каждый его Участник Прежде всего Думает о чести Сегодня давно Уже не в моде Тем не менее Авторам удается Даже современного Зрителя Убеждать в том Что эта ситуация Не утопическая И конечно В этом большая заслуга И режиссера фильма Владимира Рогового И актеров Василия Ланового Георгия Юматова И Алина Покровская Кстати Актриса Алина Покровская В фильм попала Случайно Оказалась В нужное время В одном троллейбусе С режиссером фильма Бывает Ехала с мужем В троллейбусе И он собственно С ним разговаривал Он меня так поглядывал Ну он познакомился Естественно Говорит Вот моя жена Все И говорит А давай я ее приглашу На Попробоваться В фильм Офицеры Надо сказать Что пробы эти Для актрисы Театра Советской Армии Алины Покровской Закончились неудачно Пробовалась я даже Не с Юматовым И не с Лановым Я пробовалась С Геной С Айфулиным Была проба Одна Другая И фото И все И в результате Значит должно было Все это решиться Где-то там В середине лета Эти пробы Должны были кончиться Они и кончились И меня не утвердили Когда я приехала Через месяц И вошла в дом То в доме У меня находилась Помреж И мы выезжаем В Калинин Не успев отдохнуть Покровская Тут же отправилась На съемки Толком так и не поняв Почему опять Вдруг пригласили ее Лановой и Юматов Встречали меня С цветочками Я безумно Волновалась Переживала Я с дороги После шефских Этих концертов И думаю Боже мой Я сценарий помню Начинается Гимназистка Такая девочка Я думаю Боже мой Я полночи не спала Шлюпала себя Чтобы там Чтобы как-то Получше выглядеть Однако в гримерной Куда сразу Привезли Алину Покровскую Ее ждал Еще один Приятный сюрприз Встречает Михаил Николаевич Кириллов Замечательный Был оператор И я смотрю На болванчики Такая седая Накладочка Седой паричок Я говорю Как что А он говорит Мы начинаем Начали Просто почти С последнего кадра Фильм и танкодром Когда они возвращаются Уже из Москвы Генерал И когда их останавливает Танковая колонна Вы не совсем к нам вернулись Или так За вещами Да я вас подарю Я не совсем Не совсем Нас совсем Михаил Кириллов Был одним из лучших Операторов советского кино Ровесник века Он знал о своей профессии Все И часто Своим профессионализмом И энергией Приводил в восторг И восхищение Своих более молодых коллег У него была своя слабость Он всегда снимал птиц На фоне солнца Или луны Мастер старой Операторской школы Он в павильонных съемках Просто творил чудеса Эпизод С лавновым Когда он военный советник Там в Манчжуре И там луна Потихоньку вылезает Из горизонта Вот это вот снимали в павильоне Это поверить этому невозможно Это полное ощущение Что это натура С самых первых кадров Снимая летящие навстречу рельсы Оператор задает ритм фильму Бешеный ритм жизни того поколения На долю которого выпали И гражданская война И репрессии И Испания И Великое Отечественное Тяжеленная камера Конвас Ему 70 лет Ему камеру эту большую Ему на ремнях Привязывали Старенький паровозик И там для машиниста Такие вот ступенечки Так вот его привязывали Еще к нижней ступеньке И гоняли этот поезд Вот где В месте где разъезд Где рельсы сходятся Расходятся Съемки любого фильма А тем более приключенческого А фильм офицеры Вполне можно отнести К этому жанру В нем есть и перестрелки И погони И трюки Всегда сопряжены Со сложностями Курьезами А порой и с опасностями Но нам нужно было искать Например Китайскую переправу Но не в Китай же ехать Мы с Михаилом Николаевичем Кирилловым С нашим императором Поехали по Друзу И там какие-то коряги Какие-то топи И мы решили там снимать Очень все похожее Если с помощью художника-постановщика В Подмосковье Можно было организовать Китайскую переправу То с самими китайцами Дело обстояло хуже Туденты, китайцы все отказались Мы обратились в китайское посольство И в торг предства И говорим Ну, дорогие товарищи Вручайте нас Это же там подвиги Был октябрь Заморозков, к счастью, еще не было Но для купания в реке Руза Было холодновато Полураздетые Потому что это такие нищие китайцы Это люди из торг предства и посольства Свет вырубился Снимать не можем Значит, они все стоят, мерзнут Уже начинается роптание Что делать? Наконец, сняли один дубль Плохо Кто-то скользнулся Там девочку туда понесли Не в эту сторону Они пошли Второй дубль Опять туда Все это вот так уже Говорят, водки дай, что ли? Нельзя, ну что, ребята, ну как это? Сейчас после съемки, конечно, их надо растереть. Пять дублей эти бедные люди стойко переносили. Только китайцы смогли так выдержать. Опять 50 метров туда, мокрые, холодные в октябре месяце, и выходили обратно. Но потом, естественно, там был ящик водки. И, естественно, мало кто растирался. Все это принималось внутрь. Наиболее трудным для съемочной группы и рискованным для актеров был период съемок в горах под Ашхабадом, где снималась пограничная застава и эпизоды войны с басмачами. Когда еще существовала студия, туркмен, фильм, естественно, все басмачи были оттуда. Они были актерами, они были настоящими госмачами, потому что мы приходили к ним в дом, и мы видели, как живут они. Так получилось, что ныне известному кинорежиссеру, а тогда второму режиссеру картины, Владимиру Златоустовскому, приходилось быть единым во многих лицах. Он написал слова и спел песню, которая, как и сам фильм, стала популярной и любимой. Однако запись песни – это были просто цветочки. Однажды второму режиссеру пришлось стать каскадером. Кирилл «Предатель» играл непрофессиональный актер, а шкопатский художник. Хороший так по типажу, но он ужасно боялся высоты. В горах Юматов стреляет в него, он падает. Естественно, он боялся на два метра подняться, а там надо было подняться на шестиметровую скалу, да еще оттуда рухнуть потом. Так получилось, что каскадеров, которые были заняты в картине в других эпизодах, именно в этот момент, именно в этом месте не оказалось. Съемочный день близился к концу. Нужно было что-то решать. Я влез туда, меня одели в костюм этого актера. Я расставил внизу здоровых мужиков с брезентами. Выстрел, я падаю. Он от неожиданности упускает брезент, и я падаю головой об скалы. На этом сложности не закончились. Актриса Покровская, еще раз прочитав сценарий, пришла к режиссеру. Я так тихо-тихо, трусовато, я так говорю, а я ведь с лошадьми никак не общаюсь. Верховой ездой никогда не занималась. Актрису срочно направили в Манеж, где обычно актеры осваивали все тонкости верховой езды. Я, по-моему, первый раз сюда пришла, я взрослый человек, мне уже было 30 лет, а там, знаете, скакали, вторую серию снимали неуловимых. Они там скачут, а мне выводят здравенную такую кобылу, степную, такая светлая зойка, выводят, а я к ней подхожу, как к шкафу. И мне, значит, лесенку поставили, я в стременах вот с лесенки только влезала. И я смотрю, она вдруг останавливается у зеркала, она же отглянулась не может, она через зеркало смотрит, какой обормот на ней сидит, что так не умеет, ничего. Погоня в горячей крови! Возможно, эти воспоминания актрисы и остались бы такими легкими и веселыми, если бы по фильму ей не нужно было участвовать именно в погоне. В связи с тем, что актриса была неспокойна, она попросила на съемки выдать ей самую спокойную лошадь. Я его в бока этими ботиночками, каблучками стучу, она ничего, ни с места, ничего. Жора подошел, так стегнул, я говорю, нет, давайте все-таки мне что-нибудь порезвее, а то она вообще спит-то на ходу. По Кровской дали нового коня порезвее. Надо сказать, что даже для профессионалов съемка этого эпизода была сложна. Снимали на горной дороге. По дороге ехала машина с оператором, а актеры должны были скакать по обочине. Впереди Лановой Василий, Ален потом на своем Адлере, его звали Адлер, коня, а потом, значит, Юматов. Однако репетировали шагом, а во время съемок актеры должны были пустить лошадей в карьер. Нас этими шпорами дурацкими пришпорила лошадь, та понеслась, а горы, камень, лошадь взволновалась. Скачите! Скачите! Я их задержу! Я только услышала. Вася, Вася, у Алены лошадь понесла. Я даже не поняла. Ну, понесла, я думаю, ну, скачет и скачет. Я держусь, держусь очень хорошо. Вдруг я смотрю, Адлер мой нагоняет Василия и начинает его обходить. Дело в том, что лошадь, которую дали Покровской, раньше участвовала в скачках. И после команды мотор, увидев перед собой корпус другой лошади, одним словом, у Адлера сработал инстинкт. Обе лошади были вот так вот, еще бы секунды, но казалось, что это медленно. И он их так вот выронил, все. И остановились. И тишина. Чем бы могла закончиться эта погоня, если бы неловкости реакция Ланового и Юматова неизвестна. Мы ее с Жорой перехватили прямо над пропастью. Она считает нас спасителями. Но в горах под Ашхабадом опасность подстерегала актеров не только во время съемок. Я однажды с костюмершей, мы так в ущелье в это, решили пройтись, потому что паузы большие, пока свет ставят, пока что. Там был такой карниз, и мы по карнизу вдоль стены, а потом оказывались высоко. И потом вдруг мы слышим такое... Что-то такое. И летит нам... Мы драпанули сразу назад, помчались с перепугу, и летит нам навстречу испуганный этот сторож с ружгишком. Вы куда? Вы зачем? Вы что от группы? Нельзя туда. Почему? Почему? А в это время оказывается у этих снежных барсов котята. После Ашхабада съемочная группа перебралась в Севастополь. Там была найдена улица, на которой снимались эпизоды конца 30-х годов. Сейчас, на эту улицу, это очень как-то вот... Как-то вот... Что-то вот... Родная улица из детства. Улицу оживляли не придуманными деталями, а взятыми с фотографий того времени. Дворик этот севастопольский, и написано, туалета нет. Стоит с весами какой-то старичок полуспящий, взвешивает за пять копеек людей. В Севастополь впервые в своей жизни отправился на съемку студент школы-студии МХАТ Александр Воеводин. Даже это были суровые времена, когда запрещали сниматься в кино, и поэтому это было тоже очень все сложно, потому что там приходилось делать тайком, тем более надо было улетать в другой город. Александр Воеводин нашел слабое звено среди преподавателей. Это была актриса Марина Ковалева. Она снималась в кино еще в 30-х годах. Она была в учебной части у нас, и я очень хорошо помню, она говорила, ну да, понятно, но это нельзя не выпускать, говорила она, и выражение такое, мы будем подкладывать подушки. Подушки старой актрисы помогли. Воеводин сыграл роль Егора, сына Алексея Трофимова. Я люблю очень момент, когда возвращается тайком, помните, когда, значит, Алина учит, как его это, медицинские термины. Хиоедус, мускулус дегастрикус, мускулус. Когда появляется отец, их сынок, то есть я, значит, с криком батя набрасывается на отца, почему-то там такой получился крупный, потом шутили мои друзья, что, в общем, было страшно за отца, потому что такой здоровяк набрасывается на папу. Батя! Там же, в Севастополе, впервые в картине появляется актриса Наталья Рычагова. Мама, я пошла. Наташа, в отличие от меня, она играла и самой юной возрастовой героиней. Ее данные позволяли быть и совсем девочкой, и потом взрослеть на глазах у зрителей. Мама, я пошла! Участие в фильме помогло в развитии карьеры молодого актера. Придя в театр сатиры, Александр Воеводин сыграл роль Керубина в культовом спектакле театра «Безумный день» или «Женитьба Фигаро», где его партнерами стали Андрей Миронов, Вера Васильева, Татьяна Пельцер и Александр Ширвиндт. Судьба Натальи Рычаговой сложилась не очень гладко. Начав очень ярко и сыграв несколько запоминающихся ролей, она вдруг исчезла с экранов. Причины были. Во-первых, амплуа. В театре эта амплуа называется «Травести», и многие актрисы играют мальчишек и девчонок почти до пенсии. Кино таких подмен не терпит. Ролей боевых девчонок не стало. Для любого киноартиста это трагедия. В таких ситуациях ломаются самые сильные мужчины. Что же говорить о маленькой хрупкой женщине? В этот же момент актрису настигли проблемы со здоровьем. Она располнела. Узнаваемость, которая так важна в актерской профессии, ушла. Дальше начались проблемы с алкоголем. Однако хорошая актерская школа пригодилась. Наталья много работала на дубляже иностранных фильмов и озвучении сериалов. Но неприятности никак не заканчивались. Совсем недавно Наталья потеряла дочь. Сейчас Наташа не самый лучший период жизни. Что-нибудь, много трагедий. Наверное, мы об этом не будем говорить. Но в памяти у коллег все равно остались хорошие воспоминания о том времени. Нас встречали с одного самолета. И потом мы долго-долго ехали, значит, вот до Севастополя на машине. И Наташа, ну, мы малому были знакомы, мы почти не знакомы. Она даже говорит, ничего, если я посплю, я так устала, такая тяжелая, тяжелый день был накануне. Ничего. И она вот так на заднем сидении прислонилась к моему плечу. И так мы по Саповой доехали до съемочной площадки. Очень приятно было. И теперь пришло время рассказать еще об одном герое фильма. Потому что, к сожалению, он сам о себе уже рассказать не может. когда он пришел учиться в Афгик, его посмотрели, сказали, его учить нечем, потому что это невероятная органика. Он органичен, как зверь, как кошка, которую не переиграешь. Георгий Юматов один из самых любимых актеров 60-х, 70-х. Он хотел быть моряком, он и стал моряком, когда в 1941 году в 15 лет его взяли юнгой на Черноморский флот. В районе Новороссийска его потопили. Их там вытаскивали, те, кто остался жить. И он плавал в сале. Вот он говорит, в сале это когда вот это вот Южное море все равно, оно подмерзает, когда сверху такое сало плавает. И у него были пальцы даже от мороженого. В кино Юматов попал случайно. Неизвестно, как он оказался на съемках фильма «Весна» и чем-то понравился режиссеру Александрову, который дал ему сыграть в крошечном эпизоде. Александров показал будущего актера Герасимову, который учить Юматова отказался, а в кино снял. Никто не был свидетелем того, что якобы ему Герасимов сказал, тебе учиться не надо, иди снимайся. Да сейчас! Со своей будущей женой, молодой актрисой, музой Крепкогорской, Юматов познакомился на съемках «Молодой гвардии». Получилось, как в фильме «Офицеры». Простой парень знакомится с интеллигентной столичной барышней. Муза Крепкогорская всегда была рядом с Юматовым, и всегда ее старались взять на какую-то роль в той картине, где он снимался. Сегодня многие пишут о том, что отношения в семье Юматова были далеко не безоблачными, и о том, что Крепкогорская очень часто цинично использовала славу и связи мужа. Самое интересное в их жизни это были те актерские посиделки, которые там случались. Юматова любили зрителей и уважали коллеги. Когда режиссеру Палоки запретили снимать в фильме «Один из нас» Владимира Высоцкого, тот сам предложил вместо себя снять Юматова. Он посмотрел пробы Высоцкого и говорит, «Я же это ничего не могу». А там Высоцкий плясал как бог с этими прыжками на стенку. И Высоцкий говорит, «Не бойся, я тебя научу». Прошу. Казалось бы, унизительно для артиста, он говорит, научи. К 70-м годам в мире кино было известно, что Юматов актер прекрасный, но ненадежный. СПОКОЙ Когда Враговой снимал картину, готовый снимать, я сказал, у меня есть кандидатурная роль Трофимова, это Юматов. На что замдельцов студии Римали сказал, что Боря, это не пойдет. Он допьет, и нам мы провалим всю картину к чертой матери. Я с ним возьму честное слово, что он не пил. Закомендовал такое слово, и он действительно не пил. Это не пойдет. К сожалению, это было не так. Юматов во время съемок пил. Его запирали в номере, ну просто, чтобы он не сражался, потому что его очень любили, и в Севастополе особенно моряки его любили. Но надо было знать Юматова и то, как он был популярен в народе. Он открыл окна и начал кричать значит, в Севастополе на улице Юматова заперли, Юматова, Юматова тут не дают ему ничего, ребята. Собралась толпа мужичков. Он разрывает простыни все, связывает их и потихонечку значит, пускает вниз. Так дошло до первого этажа. Там уже естественно доброходы стояли с бутылочкой. Все завязывалось и тут же поднимался наверх. Романс. я понял все покой только мое. В тот день Юматов сниматься не мог. Эта история насколько смешна, настолько и трагична. Говорят, что роль красноармейца Сухова придумал Юматов и сниматься в белом солнце пустыни должен был именно он. Однако режиссер Владимир Мотыль поставил условие «Если один запой, прощай роль». Юматов обещал не пить и не пил. Но случилось роковое стечение обстоятельств. Погиб его друг. Заснул за рулем машины, которую ему помог купить Юматов. На поминках Юматов развязал, а уже на утро это стало известно мотылю. Во время съемок фильма «Один из нас» попал в аварию и сам Юматов вместе с женой. Это было зимой. Самосвал, нагруженный снегом, вдруг стал разворачиваться. И он успел крикнуть «Муза, закройся!» Удар был такой, что сидение переднее и водительское, сидение, на котором сидела муза, сорвалось петель. От удара Крепкогорская едва не потеряла сознание. И как он кричал «Муза!» «Не засыпай!» он кричал. Я даже не представлял, что Юматов так кричать может. Крепкогорская лицо уберегла. А вот у самого Юматова начались проблемы. У него от этой травмы начались какие-то странные явления с лицом. Оно стало обтягиваться, обнажаться даже череп стал немножко так. К счастью, благодаря воле Юматова этот процесс остановился. Я смерти не боюсь. Странной была семейная жизнь Георгия Юматова. Он безумно любил свою жену, но довольно часто влюблялся в своих партнерш по фильмам в том числе. Нравилась ему и Алина Покровская. Жорка очень нежно ко мне относился, очень нежно и очень стеснялся. Об этом увлечении знала и его жена Муза Крепкогорская. Она даже обращалась к Алине Покровской за помощью. Муж мне говорит, тебя Муза просит телефону, и она говорит, Алена, приезжай, я не могу его остановить, он пьяный. Мы с мужем приехали, и я звоню в дверь, а кто? Муза, открой, это Алена. Он убежал в комнату, закрылся подушкой и говорил, зачем ты Муза, зачем ты ее позвала, зачем ты ее позвала. Юматов много раз лечился, зашивался, иногда завязывал сам, но каждый раз все начиналось снова. Одной из причин было то, что у него не было детей, а Юматов очень хотел, чтобы у него был сын. Несколько раз они с женой ребенка ждали, но вмешивались в съемки. Если Крепкогорской предлагали роль, она отказывалась от ребенка. Друзья знают, как Муза в очередной раз забеременела, шел уже четвертый месяц, и Юматов был уверен, что на сей раз он станет отцом. Со спокойным сердцем он уехал на очередные съемки. И там он узнал, что Крепкогорской предложили роль, что произойдет дальше он знал. Юматов примчался в Москву, узнал у подруг, что жена пошла к какой-то бабке и бросился следом. Он опоздал на 10 минут. Такого удара он не ожидал. он приезжал, там что-то привозил, нам продукты, все прочее, без Музы. И говорил, я у вас иначе, это означало, что могу ему пить. Чтобы зону не отражать, мы там в лесу ходили, как будто за грибами, не знаю, куда. И там, значит, вливали, как надо. Он подтвердил, подтвердил, уезжал к себе домой. Юматова почти перестали снимать. В чем-то он отказывался сниматься сам. Черные запои сменялись депрессивными завязками, когда Юматов никого, кроме собак, не хотел видеть. На войне собака спасла ему жизнь. При бомбежке она прыгнула в воду с катера, на котором служил Юматов. Он бросился за собакой и в этот момент в катер попала бомба. Со смерти любимой дворняги началась история, которая в марте 94-го взбудоражила всю Москву. Юматов убил человека. Когда Марфа, его собака афганская, умерла, сучка замечательная у него была, и Жора попросил этого азербайджанца во дворе там похоронить где-то. Потом вернулись, идем помянем, сказал он. Они помянули раз, помянули два, и вот это азербайджанец сказал, эх, не на той стороне воевал, сейчас бы холодное немецкое пиво пил. И он сразу врезал тому. Тот схватился за нож и полоснул Жору по шее, кстати говоря, это нам помогло потом спасти его отсюда. Тогда Жора взял ствол, у него такой бог тульский был, разрядил у него и позвонил в милицию. Юматова арестовали и отвезли в матросскую тишину. Был суд. Юматова оправдали, но последние годы жизни превратились в ад. с ним встретились однажды в больнице, когда мне прислали записку «Я здесь зайди». как раз было 25-летие картины. И я попросил военных, чтобы они отметили это 25-летие, потому что я говорю, Юматов плохо, ну дайте. И это было, и они пошли навстречу. Приехало очень много крупных людей, замечательных людей, и Жора, я мой полу, нам военные подарили по кортику, каждому из них. Это был замечательный вечер. И когда он пришел на 25-летие, буквально за несколько месяцев до смерти, он был счастлив. До 30-летия картины «Офицеры», которая отмечалась в Кремле, Юматов уже не дожил. А в этом году исполняется 35 лет фильму, воспевающему ценности, которые были почти утеряны в смутные годы перестроек и революций. Но как и 35 лет назад, мальчишки, посмотрев этот фильм и сегодня идут учиться туда, где из них сделают настоящих офицеров. Мы делали фильм просто о мужской дружбе. О офицерской мужской дружбе. И один и второй вернусь слову чести. До конца. Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом за Россию и свободу до конца. Офицеры, россияне, пусть свобода вас сияет, заставляя в унисон звучать сердца. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ